От развития промышленности до культуры на 16 съезде партии «Единая Россия» обсуждает вопросы по всем направлениям развития страны. Открывая работу форума, Дмитрий Медведев, который переизбран председателем партии, отмечает, победа «Единой России» на выборах – это огромное доверие граждан. Глубокое понимание государственных задач, отстаивание интересов граждан, широкое привлечение в ряды партии компетентных, талантливых, энергичных людей позволило «Единой России» победить в напряженной борьбе и стать лидером избирательной кампании 2016 года. При этом мы проявили выдержку, терпение и уважение компонентам. Проблема регионов – главная тема повестки дня. Сейчас все больше представителей именно первичных организаций входит в руководящий состав партии. Увеличивается число ячеек в регионах. По принципу, который обозначил президент и поддерживает губернатор Самарской области, люди должны дотянуться до власти рукой. «Все ближе и ближе к народу доходят со своими проектами. Это в том числе сельский дом культуры, парки, скверы в малых городах, театры в малых городах. Один из наших проектов поддержан, он вошел в число тех, которые будут уже в этом году финансироваться. Это Новокуйбышевский театр». Проблемные вопросы регионов обсуждались на семи дискуссионных площадках. Самарцы принимали участие во всех ситуационных заседаниях и выступали с инициативами. Например, в социальной политике. Сейчас в стране и в области растет рождаемость, но в основном за счет вторых и третьих детей. Партийцы предлагают дополнительно поддерживать именно молодые семьи, где первый ребенок рождается у родителей, кому нет 25 лет. «Это, конечно, предоставление жилья и социальное пособие. Говорили о том, что одномоментно выплаты молодым семьям, которые до 25 лет рожают первого ребенка, цифры назывались самые различные. Но это, конечно, зависит от уровня обеспеченности финансовой регионов. Поэтому говорили и до 25 тысяч одномоментно, и ежемесячные пособия для тех семей, которые первое рождение до 25 лет». Также самарцы выступали с инициативой кредитования капремонта, чтобы жители не ждали годами, а приводили в порядок свои дома в короткие сроки. Предлагалось также ужесточить контроль за управляющими компаниями, а за неправильно выставленные квитанции сурово штрафовать. «Управляющие компании, ну, понимаете, они не отвечают ни за что, спросить с них нечего, они исчезают и все, понимаете, и людей подводят. Надо пересмотреть этот вопрос». Еще одна инициатива касается снижения ставки по ипотеке, чтобы она была менее 10%. Целый комплекс мер разработан по поддержке малого и среднего бизнеса. Лариса Шалафаст, События.